Чистый прибыток акционерных товариств у Гомельской области у минулого года вырос на 36%. Как поведомила директор фонда Гомеля обломаемость Катярина Зянкевич, одночасово на 46% сократилась сумма чистых страт. По показчиках рентабельности властного капиталу и сукупной акционерной доходности, наилепших выников досягнули 10 предприемств. Среди них, например, «Спартак», «Гомельский белково-отлушчевый комбинат», «Мазырский ДСК» и «Коминтерн». На Гомельщине нема значных проблем с набытем громадянами земельных участков для жильевого будовництва и ведения садоводництва. Так, в Гомельском районе вызначены 127 товариств, где можно набыть землю прозаукцион. На сегодняшний день у них продадены пакуль только 22 участки. Прикладный кошт одной сотки – 670 рублёв. Разом с тем, шанс побудовать индивидуальное жильёте, садовый дом, выкористовывают не усе. Навод, коли знаходятся сродки для набыття участка, их можно не хапить для дальнейшего будовництва. Гэта, до речи, тычится и семья узлику и льготных категорий. За два опошние годы только землеупродковальная служба Гомельского гарвы «Канкама» конфисковала больше, как 300 участков, где не проводились отповедные работы. Жихары Гомельской области могут выказать свои пропановы про поляпшение организации дорожного руху. Держаут инспекции запускает новый проект «Наша идея». На протягу червеня любой жадающий может накеровать на специальный электронный адрес свои пропановы. Усе инициативы будут разлежены, а рациональные идеи у будущей не у васобяцю життё. Городский транспорт у Гомеля перешёл на летний график. На многих маршрутах станет меньше рейсов, а не которые на три месяцы припынять працу. Так, на лето адмененный автобусный маршрут номер 48. Радзей будут ходить троллейбусы номер 8, 17 и 25. Поменьшится лік рейсов по буднях и на 14-м автобусе. До купального сезона у Гомельской области полностью подрихтованы 34 пляжи с 43. Санитарный стан и доброупорядкование всех зон отпочинку каляводных объектов оценили специалисты. Выявленные недохопы треба ликвидовать до конца этого дня. Основная увага подчас мониторингу надавалася своечасовой уборци территории, афарбовцы и ремонту малых архитектурных форм. Основные проблемы, которые были выявлены в вынику проверок – отсутность туалетов и контейнеров для смерти. По якости воды зараз претензий у санитарно-эпидемиологичной службы нема. Сёння означается 218 годов с дня народжения великого русского поэта, прозаика и драматурга Александра Пушкина. Гэтай падее будзе присвеченный сённяшний вечер у литературно-музычным салоне Гомельской областной универсальной библиотецы имя Ленина. Мероприемство почнется у 18-х адзин. Улику гостей народная артыстка Республики Беларусь Людмила Корхова, ведучий майстер сцены Александр Лауринович и инши. У библиотецы прагучать галунные биографичные факты, творы и романсы на верши Пушкина. Строгий дресс-код и атыкет. Поланез, полька, французский, русский и навод ирландский вальс. У Калинковичах прайшоу першим молодежный православный баль Туровской епархии. Подрыхтовка до его пачалася задолга до проведения. Каб освоить классичные танцы, удельники некальки месяца убрали уроки. Усяго у святя приняли удел прикладно 30 пар. Готовучник Алинковицких школ и студенты Мазырского педуниверситета. Мероприемство вырошено сделать, что готовым. Выпускные вечары у школах запланованы на 9 червеня. Подрыхтовцы до их будет присвеченный сегодняшний выпуск программы «Добрый вечер, Гомель». У студии изберутся вядомые артисты и театральные дечи, которые будут узгадывать свои выпускные. А профессионалы свету моды и прихожостей у прямым эфиры будут створать сучасные образы выпускника и выпускницы. Долучайтесь до размовы и вы. Телефонуйте у студию 37-519. Пакидайте свои поведомления у Вайберы. Глядите «Добрый вечер, Гомель» сёння у 20.40 на телеканале «Беларусь-4». Субтитры создавал DimaTorzok